Александра и Давид Саркисян женаты не так давно, однако путь друг другу у них занимает не один год. Кто-то понимает, что это твой человек буквально за несколько часов, минут и дней, другим нужно время. Александра, приехав в Оликольский район врачом, тоже не ставила себе цели создания семьи. Главная была работа, но когда Давид пришел за вещами своего друга, начала сомневаться в своих целях. Молодой хирург, холостой, статный, очень харизматичный, это бросается в глаза всегда и, конечно, мне зацепило это, но у меня не было цели выйти замуж или думать о женитьбе. И вот я приехала, я такая вся, волновалась тоже, новое место, как мне тут надо с людьми наладить контакт, заслужить уважения тоже. У меня вот такие были цели. Давид увидит девушку намного раньше и забрать вещи друга был лишь предлогом. Изначально внешне, ну а потом, когда начинаешь приглядываться, стиль одежды, мне понравилось, как она одевается. То есть это, ну, много о чем говорит, ее вкус в одежде, в плане того, что... Что по внешности вам понравилось? Стать, походка, мне понравилась ее манера речи, как она разговаривала, улыбка понравилась, если так, по внешним параметрам, фигура понравилась, ну, как без этого. Молодые люди продолжали встречаться, узнавать друг друга, работать, влюбляться, а потом расстались. Он мне сначала сказал, что я жениться не собираюсь. Вот. Ну, там были свои причины, свои какие-то цели. Я... У каждого выбор свой. То есть настаивать, естественно, я не стала. Ну, разочарование возможно и было. Ну, мы продолжали дружить. Мы так не афишировали, что там, что мы встречаемся. Нет, мы общались, дружили. И по истечению трех лет у меня заканчивается отработка в Ули-Коле. Получается, прошло три года, мы с ним вот продружили, так сказать. Тут ему предложили работу в Кустанае. А я отработала и уехала в Караганду. Но буквально через несколько месяцев к ней приехал Давид. И вот этот период, когда друг с другом рядом не были, я для себя решил, что... Все, Давид, видишь, не получается у тебя одному уже быть и жить. Давай, делай что-нибудь. Ну, я поехал в Караганду за ней. Я поехал за ней в Караганду, там сделал ей предложение. Вы же никак снег на голову свалились? Ну, я позвонил, что я приеду. Конечно же. Позвонил, говорю, я приеду. Сейчас в семье Саркисян уже трое человек. Скоро ждут еще пополнения. Саша сейчас смеется, вспоминая, как долго они шли к своему счастью. И не представляя, как бы сейчас жили друг без друга. Семья – это всегда хлопот, и это естественно. Без хлопот не бывает, наверное, чтобы все гладко, идеально. Нет, но главное, чтобы эти хлопоты доставали удовольствие, они были приятны. И ты видишь, когда результат, то, что тебя благодарят, целуют, любят за это в том числе тоже. Потому что это труд в любом случае. Это очень приятно, и это классно. Сейчас, конечно, тяжело, но вот приехала наша мама, она мне помогает. Для Давида семья – это особое место в его жизни. Это дом для меня. Я скажу так, дом – это такое понятие, куда ты можешь прийти после всего этого мира и расслабиться. Расслабиться полностью. Ну, мне это чувство важно. Для каждого свое. Для него это другое чувство. Давид Саркисян по образованию врач-хирург. Говорит, что выбор профессии за него сделала мама. А потом и жизнь показала, как она была права. Где-то к классу девятому, десятому, ближе к окончанию рубежа школьного я не видел и не представлял себя кем-то другим, кроме как врачом. А в плане хирургии, в целом хирургии, я для себя принял решение, когда уже поступил в университет, можно сказать, сразу на первом курсе. Потому что хирургия, по моему мнению, до сих пор я так думаю, что это не просто профессия, это искусство. Однако так получилось, что сейчас он возглавляет всю службу скорой медицинской помощи в Кустанайской области. Поначалу я очень переживал. Я бы даже сказал и жалел, что я ушел с операционного стола. Но нашел в себе силы сказать, что подожди, потерпи. Ну и в принципе человек ко всему привыкает, наверное. На данный момент, и вот за эти пять лет, сколько я на скорой помощи нахожусь, ну я, наверное, проще сказать, я прикипел к этой службе. Давид Саркисян постоянно на связи. Говорит, что он уже привык. Ведь он в ответе за то, как привозят запчасти на авто скорой помощи, какие лекарства есть у фельдшеров и как оперативно они работают здесь и сейчас. У скорой помощи не может выйти на выходной, не может отдохнуть на праздник. У нас нет обеда, нет уикендов. Но, несмотря на такое хлопотное хозяйство на работе, Давид Саркисян не забывает, что он сын, папа и муж, которого всегда с обожанием и нетерпением ждут дома. Для меня идеальный мужчина. У каждого свое, идеальных не бывает, конечно, но я, мне кажется, нашла свое и очень рада этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова